Дорогие харьковчане, дорогие предприниматели, вчера Янукович сказал такую за нас постыдную вещь. На Майданы собираются люди, которые не хотят платить налоги, которые не хотят жить по-честному. Значит, это мы что, преступники? Мы что, воры? Мы что, государство украли? Мы платим налоги? Мы хотим их платить. Мы не хотим платить в карманы чиновникам. Мы не хотим коррупции. Они увеличили санкции проверок. Они увеличили для нас налоги. Они хотят убрать полностью средний и мелкий бизнес, потому что мы мешаем крупному бизнесу. Мы не наполняем их карманы. 1996-1998 год заставил нас, государство выучило всех. На Парабашово, на Центральном рынке, на Лоцке, гораздо большая половина тех, которые позаканчивали институты, вузы, техникум, у всех свои специальности. Младшие научные работники, врачи, учителя, педагоги, все пришли на рынок, потому что нам нужно было жить. По талончикам, сахар, крупа. Вспомните это время? Все помнят? Нас сейчас хотят заставить только у нас. Мы пошли во времена НЭП. Шаг вперед и три шага назад. Азаров создал такие условия. Шаг вперед. Мы чего-то добились за это время. Теперь нас хотят поставить, извиняясь, раком. Понимаете? Нас. Мы люди. Мы все люди. Их 250 душевнобольных. Нас много. Нас миллионы. Мы должны ради наших детей, маленьких, ради наших пожилых родителей, которые за 700, за 800 рублей просто не смогут ни прокормиться, ни оплатиться, ни одеться, ни купить лекарства. Мы опора ихняя. И мы ради наших детей, ради наших пожилых родителей, ради того, чтобы они жили, чтобы они лечились, ради того, чтобы они кушали. Нам нужно вместе не сидеть дома, как червяки, которые семьи и ждут. Они хотят, чтобы все было и при этом ничего не делать. Нам нужно всем собраться. Идти вперед. Бежать. Еще быстрее будет бежать. Но ни в коем случае не отступать. И мы добьемся своего. Мы добьемся. Нас много. Нас много. Их 250 человек депутатов. Из них что сидит в радио, 250 принимаются, принимаются голоса. Ни одной поправки не приняли. Ни одной. Я хочу еще сказать одно. Большое спасибо такому человеку, который смог нас организовать, который смог организовать людей, которые о нас думают, которые работают от зари до темна, который помогают нам. Это Александр Маркович Шармар. Давайте его пока надолим. Если бы не он, если бы не такие люди, как он, мы бы все сидели по каморам и сидели и треслись и думали, как дальше жить. Спасибо ему большое. Нисти по окнам до земли. Спасибо огромное. Спасибо. Я хочу еще раз повторить, что все женщины уже появились с одинаковыми лужами. Слуг народа на помойку. Слуг народа на помойку. Слуг народа на помойку. Вы видите какие-то слуги. Если бы каждый из них, из этих металунков, которые в основном купили дипломы, потому что иначе не назовешь. Посмотрите на рыло одного бродского, чего оно стоит. Сзади с кавом. Настоящее хабло, которое преднедрегает своим народом. Которое творит такую чушь, ни в одни рамки, которые не уменьшаются. Поэтому, поэтому я считаю, что если будет проведен референдум, а мы будем на этом настаивать, то есть наш комитет, комитет защиты предпринимателей Харьковщины, комитет защиты предпринимателей Украины сейчас после этой акции будет заседать и принимать решение. Если Верховная Зрада зрадила свой народ, то обязательно будет собираться подписи и будет проведен референдум за отставку Верховной Рады. Этих лотерей, дармоедов, тунеядцев, которые пьют кровь со своего народа, принимая такие бесчеловечные законы и законодательные акты. Вы видите, как проходит заседание Верховной Рады? Ходят дежурные депутаты и нажимают по 25-30 кнопок, потому что больше не успеют. А остальные даже штаны там не просиживают, а занимаются своими махинациями, своими заводами, фабриками, которые награбили у нас, у народа. Поэтому, слух народа на помойку! Слух народа на помойку! Слух народа на помойку! Спасибо! Спасибо! Слово предоставляю сейчас представителям...